Давайте говорить о деньгах. 3 миллиарда 300 миллионов денег на год. При этом у нас что, есть доверие к судебной системе? Схемы в нашей стране осуществлялись всегда с помощью судов. Пенсия судьи Верховного или Конституционного суда 225 тысяч гривен. Полная фиаско, провал, незаконное обогащение, хищение, участие в организованной преступной группе. О чем сказал Конституционный суд? Бажаю здоровья всем, кто разом с нами на Политеке онлайн. Сегодня мой співрозмовник, кандидат экономических наук Юрій Атаманюк. Пане Юрю, рад вас видеть. Добрый день, телезрители. Добрый день, Вадим. Пане Юрю, сейчас все обговорюют новини, події, теми, которые связаны с Конституционным судом Украины. Говорят про те решения, которые были ухвалены, про наследки. Я с вами хотел бы спілкуваться не только о политических и юридических аспектах, а, например, пропоную обговорить экономические аспекты, взагалі, судоустрою в Украине. Да, действительно, Вадим, этот вопрос очень такой емкий и он очень актуальный. Я приведу некоторые примеры. Вот вообще так, чтобы наши зрители понимали. Соединенные Штаты Америки. 320 миллионов населения. 20 триллионов экономика Соединенных Штатов. Печатают деньги. Влияние в мире понятно. Судьи Верховного Суда Соединенных Штатов Америки. 9 человек, точка, 9. В Украине 100. Все поправки, конституционные, если необходимо, рассматривают полномочия, вопросы Конституции, рассматривает Верховный Суд Соединенных Штатов. Эти же 9 человек. Конституционного Суда Соединенных Штатов не существует. У нас, Конституционный Суд, 18 сотрудников Конституционного Суда. То есть мы имеем 100 Верховный Суд, 18 Конституционный, 118, что ровно в 12 раз, даже почти в 13 раз больше, чем в такой стране, как в Соединенные Штаты Америки. Теперь давайте поговорим о деньгах. Ведь у нас дефицит бюджета. У нас недофинансируются больницы, сейчас это актуально. Забирают деньги с образования, безработица. Ну вот рачительная семья, если бы собралась, то мы бы думали покупать 3 компьютера каждому члену семьи, если денег не хватает. Или может нам одного достаточно и по очереди с ним работать. Но так должно думать государство. Так вот, давайте посчитаем. Верховный Суд Украины, его финансирование заложено на следующий год 2 миллиарда 250 миллионов. Что больше, чем в этом году. Дальше. Высший Антикоррупционный Суд Украины, 510 миллионов заложено финансирование. Или на 200 миллионов больше. Ни один орган не финансируется практически в 2 раза больше, чем в этом году. 510 миллионов. Дальше. Конституционный Суд Украины, 318 миллионов. И в довесок еще к этому Высший Совет Правосудия, на 21 члена Высшего Совета Правосудия, тоже 235 миллионов гривен заложено. Итого мы имеем, если это все посчитать, это получается 3 миллиарда 300 миллионов денег на год. При этом у нас что, есть доверие к судебной системе? При этом у нас есть понимание того, что мы дали... Нулева доверия, фактически. Более того, они возбуждают общество. Общество теми или другими решениями. У нас же ходят анекдоты, да, что когда там Реал проиграет, допустим, Барселоне или Баварии, то шутки ходят, что Печерский суд отменил эту игру, результат матча, и присудил победу тому, кто проиграл. Это же анекдот, но суды стали предметом рейдерства, суды стали предметом незаконных действий и цепочкой в каких-то преступных схемах. Это факт. Там можно решением суда обязать, например, налоговую возместить ПДВ фиктивной фирме, налог на добавление НДС фиктивной фирме. Решением суда можно обязать таможню растамаживать, целая схема была, растамаживать товар по фиктивным инвойсам с офшора, который в три раза меньше реальной таможенной стоимости товара. И так далее, и так далее, и так далее. То есть крупные, серьезные именно бюджетно-рисковые схемы в нашей стране осуществлялись всегда с помощью судов. Но это, допустим, лирика, это отдельная ситуация. Но давайте говорить о деньгах, вот именно о деньгах. Вот мы с вами посчитали, что 3 миллиарда 300 миллионов. Если мы делаем, как в Соединенных Штатах, да, вот мы же сегодня там у нас евроинтеграция, мы говорим, западная демократия, ну, у нас население в 10 раз меньше. То есть если бы у нас убрать Конституционный суд... 9 человек, и оставить две инстанции, первая инстанция судов и вторая инстанция всех судов, которые есть, то есть вторая инстанция должна вступать в законную силу. У нас и так вступает апелляционный суд в законную силу, но Верховный суд может отменить и вернуть или на новое рассмотрение, или вообще сделать противоположное решение. Что это меняет, что у нас есть три инстанции по сравнению с двумя инстанциями? Ну, все и так знают. Среднее решение первой инстанции 20 тысяч долларов, вторая инстанция 50 тысяч долларов, третья инстанция 100 тысяч долларов. Но это если не касается там решений, связанных там с приватбанком, ну, там, где миллиарды считаются. Это такой прайс для простых стран. Это такой прайс, да, вот на каком-то таком вот формате отстоять свои имущественные права, там, даже, ну, там, борьба за наследство между наследниками. Вот таким образом это формируется. Поэтому нам достаточно для нашей страны две инстанции суда и Верховный суд в составе девяти человек, который бы принимал решения по Конституции, принимал бы особо важные для государства, для общества судьбоносные решения. Ну, такие, как решения, когда вот было, например, решение Верховного суда, да, сомнительное, кстати, по законности, в 2004 году, когда назначали фактически третий тур выборов. Помните, да, когда не признали второй тур и назначили переголосование. Ну, повторное голосование. Одни юристы говорили, что это третий тур незаконный должно было не так, другой, но сам факт, это же делал Верховный суд. Это важное, судьбоносное для государства решение. Вот и все. Поэтому по выборам, там, точку ставить по выборам депутатов Верховного совета, по решениям о конституционности, неконституционности тех или других законов, другие особо важные вопросы должен решать Верховный суд. Девять человек достаточно. Мы бы сэкономили на ровном месте. Три миллиарда гривен. То есть Конституционный суд? Все, не маю. Вот, да, есть у нас парламентарий, пусть решают. Но я говорю, какая оптимизация могла бы быть, и это было бы адекватно нашему бюджету и возможностям, и соответствует мировой практике. Давайте поговорим о зарплатах. Вы, вот, я готовился к эфиру, и я обновил данные, они меня где-то даже шокировали. Вот вы понимаете, вот, максимальные зарплаты, которые получают судьи Верховного реконституционного суда. Я думаю, что там суммы за 100 тысяч гривен. Да, так вот, максимальная зарплата, я не ожидал, 750 тысяч гривен. То есть человек получает 750 тысяч гривен. Каждого месяца. А давайте по-другому. А сколько пенсия? Вот у нас средняя пенсия по стране 3000 гривен. У нас 10 миллионов пенсионеров с 11-200 получают пенсию до 5000 гривен. Это меньше реального прожиточного минимума, который тоже, в свою очередь, занижен. Потому что это прожиточный минимум, который предполагает прожить. То есть еда, коммунальные какие-то лекарства. Не все, мы же понимаем стоимость некоторых лекарств. То есть предполагает прожить, но недостойную жизнь. Потому что прожиточный мир, прожиточный минимум в Евросоюзе... А что на прожитое, это выжитое. Выжитое, да. Так вот, пенсия судьи Верховного или Конституционного суда 225 тысяч гривен. 9 тысяч долларов. Ну, и при этом мы им не доверяем. И при этом они не обеспечивают торжество закона. И одно справа они могут руками разглядать. Да, вот поэтому вот если говорить экономически, если вот рачительно в стране есть хозяин, если правительство, которое думает о людях и о развитии, то я уже не раз об этом говорил, уберите там, где можно убрать расходы. Наведите порядок там, где нужно набрать, где есть доходы. А у нас смотрят, вот это мы не трогаем, а вот пойдем заберем субвенции на финансирование образования. А вот давайте заберем со стипендий. А вот давайте заберем надбавки с учителей. Давайте не будем платить интернам. Давайте вообще уже не будем платить пенсии. Так уже философия идет такая от Милованова, от Шмыгаля, от Марченко. Готовят людей к этому, что не будут платить пенсии. То есть у нас колоссальные резервы. Вот я вам только тут нарисовал 3 миллиарда. Вот только тут 3 миллиарда денег. А если идти вот так дальше по государственному, если, ну не надо спрашивать, люди, вы согласны. То есть пока мы можем у нас вертаться до МВФ. Не надо вам 450 депутатов или 300. До 150 достаточно для Украины депутатов. Тем более они сейчас идут по списку. Тем более они не привязаны к регионам на сегодняшний день. И даже когда были привязаны. Для Украины 150. Вот вам парламента, несколько миллиардов экономия. Эти антикоррупционные органы показали фиаско полное по борьбе с коррупцией. Полное фиаско. Провал. Создали. Конкурсы. Шум. Общественность сбудорожили. Не замагаются между собой. Да, между собой только скандалы, шоу-показуха, но стоят нам 5 миллиардов 600 миллионов. Послушайте, если такие результаты, а они были заведомо предполагаемы, то, как Эйнштейн говорил, нельзя добиться результата, повторяя одни и те же ошибки. И вы хотите оставить это? Вы хотите оставить эту же систему? То есть у нас увеличилось количество контролирующих правоохранительных органов, а это знак равенства, давление на бизнес, давление на каждого из нас, фискализация, проверки. И ситуация с коррупцией только ухудшилась. Поэтому завтра сократи эти антикоррупционные органы, оставь их в виде департамента в генпрокуратуре, но назначь генерального прокурора, которым был бы, реально, наводил бы порядок, который был бы бессеребренный, который был бы принципиальный и честный. А у нас как получается? Каждый генеральный прокурор – это человек президента. Да. И за таким критерием и призначается. И вот пусть он следит, пусть он наводит порядок. А у нас получается полностью картина, я сейчас хочу подвлечь людей, есть притча Шолома Лейхама. Когда один хозяин изготовил бочку вина, а рынок через месяц, он поставил охранника, пришел через неделю, стоит стакан, в бочке чуть-чуть нету. Он через неделю берет посильнее мужика из села, самого сильного в селе, приходит через две недели, стоит стакан, стоит кружка, а в бочке нету стока. Он берет самого чемпиона по борьбе района, чтобы тот смотрел за тем, который смотрит за тем, который охраняет. Приходит на рынок идти торговать, стоит стакан, кружка, бадья, а бочка пустая. Вот у нас получается точно такая картина. Вы не доверяете генеральной прокуратуре, вы говорите, что они коррупционеры, и вы создаете специализированную антикоррупционную прокуратуру. Ну это смешно. Вы им не доверяете, вы создаете ДБР. Вы им не доверяете, вы создаете НАБУ. Потом вы создаете НАЗК, чтобы за ними всеми смотреть. А потом Кабмин вказывает НАЗК не выполняйте решения Конституционного государства. А потом все это, над всем этим создаете антикоррупционный суд Украины. То есть этот коррупционный, то этот уберите тогда. Увольте всех и назначьте новых. То есть должна же быть логика. Потому что по такой логике, как двигалось государство в этом направлении, и мы только имеем увеличение расходов бюджета, мы только имеем дисбаланс количества чиновников по сравнению с теми, кто производит, нам рассказывают о том, что у нас очень много пенсионеров, и у нас чуть ли не на одного работающего один пенсионер, и поэтому мы не можем платить пенсии. А не очень ли у нас много чиновников, дорогие мои, которые непродуктивны, которые создают проблемы тому же бизнесу, который имет? У нас миллион четыреста человек, субъекты подачи Е-декларирования, которые имеют носители государственной или административной власти. Мы лидеры по этому в мире. Так вот сокращение этого госаппарата, оптимизация его деятельности, а не сокращение и оптимизация учителей. Поэтому вот это должно все подталкивать президента и парламент именно вот к таким конструктивным шагам. Теперь коротко об оценке судебного решения и вот этого психоза... Ну и взагалей еще до электронного декларования. Да, вот психоза в обществе сейчас пытаются перенести акцент, что у нас виноват Конституционный суд, что он принял это решение, это шаг назад по антикоррупционной борьбе в стране. А была ли борьба? Борьбы нет. Имитация. Результатов нет. То есть вы работали в этом правовом поле и оно вам не мешало. Теперь возникает второй вопрос. Мы о чем говорим? О борьбе с коррупцией. А что суд сегодняшний... Я сейчас вообще не защищаю ни ту, ни другую сторону, кто смотрит на это решение суда. Есть решение и вообще непрофессионально обсуждать его законность, незаконность. Это уже не этично. Решение суда тем и отличается от выборов, что вот есть 100 человек, 99 считают не так, а один считает так. Решение суда в интересах вот этого одного человека. Решение судов это не плебисциты, это не опросы, это решение в соответствии с юридическими нормами. А остальное это, пожалуйста, выборы, где большинство диктует условия. А тут должно диктовать условия права. Так вот, что такое, мы с чем боремся? С коррупцией топ-чиновников? Пожалуйста. Какие это статьи? Злоупотребление. Оно есть? Есть. Хищение. Оно есть? Есть. Получение или дача, соучастие во взятке. Оно есть? Есть. Незаконное обогащение. Незаконное, оно становится как преступление, как верхняя часть вот этого того, что я сказал. Как следствие. Незаконное. Оно тоже есть. Пожалуйста, занимайтесь, делайте. О чем сказал Конституционный суд? Особо не вступая в защиту. Конституционный суд фактически имплементировал своим решением те пункты решения Венецианской комиссии, которые анализировал наше антикоррупционное законодательство. Есть коллизия с нарушением прав человека, с нарушением доступа к личной информации. Потому что вы сегодня в отношении конгрессмена Соединенных Штатов не увидите, какая и где у него квартира, какая сумма где у него в банке и какой он пользуется машиной. Во-вторых, вот эта вся статья, вот это незаконное декларирование, она была просто инструментом. Вот давайте мы вспомним, как она применялась. Был министр инфраструктуры прошлой власти. Не хочу называть, потому что не фамилия тут играет. Министр инфраструктуры, колоссальный бюджет, строительство дорог с информацией об откатах там, порты с информацией о получении с каждого тонны груза, другие там реализации инфраструктурных проектов в аэропортах, в путепроводах, информация большой о коррупции. Вся эта информация не реализована. По всей этой информации вот ничего нету, ни при какого предъявления министру, пока он работал, после того, когда он что работал. Но возбудили уголовное дело по нарушению декларирования вот это, на основании чего? Что он неделю ездил на машине родного брата. И НАЗК передает информацию, и НАБУ возбуждает дело, что он не внес эту машину в декларацию. Но если бы я был чиновником, я бы ее тоже не внес. Но это брата. Ну послушайте, у меня сейчас поломается машина. Ты на эфиры, у тебя есть машина, ходишь пешком. Я говорю, Вадим, можешь выручить? Пока машина ремонтир. Да, я неделю поеду. Это она, бери, пожалуйста. Все, я неделю езжу, за мной идут негласные наблюдения, фиксируют, что я езжу, и ты получаешься подставное лицо, а я пользуюсь машиной, которую не задекларировал. И за это возбудит уголовное дело, будут таскать тебя, будут таскать меня, будет то, будут все. Второй пример. Один из замов СБУ Украины, СБУ, их обвиняли, в прессе это писало, что они крышуют контрабанду. Что они получают с госмонополий, что они крышуют экспорт сигарет в Европу. Все это звучало. Ни почему по этому вопросов никаких нет. Предъявляют претензию, что он в субботу-воскресенье ночует в доме, который он не задекларировал. Я вам расскажу обстоятельства. Он разведен 10 лет назад, другая жена. Но в первом браке у него двое деток. Он в пятницу поздно после работы едет туда, где живет жена с детьми. Ночует в отдельной комнате, потому что он в субботу этот день, его отца день. Ночует там, утром просыпается с детьми, завтракает, проводит время, учит стихи, смотрит какой-то фильм, идут куда-то в зоопарк, проводят. Потом уезжают. Зафиксировали. Он живет, проживал в доме. Это же называется Питков Паком. Это называется показуха. И возбуждено дело, топ-чиновник, статья такая-то. И вот это год мурыжат, мурыжат, мурыжат. Рассказывают показуха. У нас топ-чиновников. И сейчас говорят, 110 уголовных дел надо будет закрывать. Какие это уголовные? Это что, общество вот это ждет? Это, во-первых, считается мелкое преступление. Оно не предполагает ответственность лишением свободы. Это, что ошибся или не внес. Вопрос же общество другое хочет. Незаконное обогащение, хищение, участие в организованной преступной группе. Вот это является, знаете, я с врачом сегодня обсуждал эту проблематику. Я говорю, вот ты смотри аккуратно. Ты бы подарил кому-то аппарат для измерения давления. Если бы он был дорогой, стоил бы, то ты бы чиновника подставил бы своим подарком. Потому что чиновник не знал бы, сколько он стоит, не внес бы в декларацию, по чиновнику бы дело уголовное возбудило. Это элемент борьбы с коррупцией. И это надо обществу. А что мешает сегодня? Вы ведите оперативные мероприятия. Вы анализируете доходы. У вас есть доступ в орган следствия. Орган оперативной своей деятельности. У вас есть доступ к базам данным налоговой. Видите у человека там одна зарплата, а живет в трехэтажном доме. Начинайте отслеживать, работать, как он действует. Для начала разберите обставки, а потом уже ухваливайте решение. И пожалуйста, где приговоры? Вы шесть лет жили в такой системе, которая вам не мешала. И вторая ситуация, что в 2019 году, если мы помним, февраль месяц. И вот тогда Конституционный суд более, скажем так, возмутительное приняло решение. Он тогда отменил статью «Незаконное обогащение», если вы помните. Февраль, 2019 год. Для чего? Потому что предыдущая власть видела, что они уходят. Что все, они проигрывают выборы. В феврале уже рейтинги показывали. Они быстренько сделали это решение, чтобы новая власть не могла их привлечь по статье «Незаконное обогащение». Так то фундаментальное, тяжкое преступление, которое отменили. Где эти все активисты, почему они в феврале не вышли под Конституционный суд? Почему они не шумели? Потому что вот сегодня это давление. Тут же поднялись послы, тут же поднялись послушайте, так вы послы. А чего вы не приехали к руководителю НАБУ, к руководителю САП, к руководителю антикоррупционного суда? А чего вы сюда приехали? И что вы не сказали, ребята, мы там гранды какие-то выделяли, мы условия вашего, того, что вы тут сидите, были наши кредиты. Мы вас лоббировали на назначение, мы вас защищаем. Где результаты? Почему вы не задаете эти вопросы? Значит, не нужны результаты. А надо, чтобы коррупция была. Это как программа лояльности, когда мы берем кредиты на невыгодных условиях. Когда мы подписываем документы, чтобы лес кругляк выходил без ограничений. Когда зерно выходит без ограничений. Когда трудовые мигранты свободно у нас выезжают. И западные компании под доходный налог, который должны платить в бюджет Украины, как налогоагенты, оставляют в своих экономиках. Понимаете? Вот эта программа лояльности, это коррупция. Но если ты дернешься, если ты вдруг вспомнишь, что ты гражданин Украины, и вдруг тебе возникнет такая дурная мысль работать в интересах украинского народа, то тогда мы возбудем по тебе дело за то, что ты сел в машину брата, сестры или еще что-то. Вот какая картина у нас сформировалась. Что до политической стороны этого вопроса, президент Украины Володимир Зеленский уже инициировал решение, которое будет расследовать в Верховной Раде, чтобы отправить чиновников Конституционного суду в отставку. Процедура существования Конституционного суда Украины, его создания, его функционала, его взаимоотношения с другими ветками власти, это все закреплено в Конституции Украины. И я очень боюсь, что те, можно сказать, отсутствие грамотных профессиональных советников вокруг президента, чтобы не подтолкнули его к антиконституционным действиям, которые предполагают процедуры уже дальнейшие, которые тоже выписаны в Конституции. Поэтому, если он хочет что-то делать в отношении Конституционного суда, то нужно внести изменения в Конституцию в этой норме. Например, если это вопрос ликвидации Конституционного суда и передачи функционала, то есть надо иметь 300 голосов. Потому что любой другой закон, опять-таки, этим судом может быть признан неконституционным, если он будет противоречить Конституции. Поэтому тут надо не нарушить систему права. И если ты будешь нарушать его, так это узурпация власти. Не зря же были созданы определенные сдерживающие факторы. Но, опять-таки, это идет вот такое для общества смещение акцентов. Вот уже никто не говорит, что это НАБУ не работает. Вот эти два дня, да? Никто не говорит, что генеральный прокурор не работает. Где топ-коррупционеры? Где решение судов? Где, вот говорят, у нас плохие суды. Так, покажите, что вы взяли человека на взятки, что вы взяли человека на хищение за 6 лет, вы задокументировали, привели в суд. И вот он конкретный судья, вот все факты. И он, так, такого же нету. Нема такого. Пане Юріо, как, до речи, реагирует президент Украины Володимир Зеленский на ситуацию с Конституционным судом Украины? Сейчас можем подивиться и послушать. Будь ласка, покажите нам відео из открытої части, закрытое заседание РНБО. Прошу. У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, у нас будет большая дыра в бюджете. А какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра? Я не знаю, кто за этим стоит. Я не впевнен, что все суды Конституционного суду самі действительно решили сделать то, что они... Поэтому мне кажется, что очень опасно постаново ждать. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. Шаги, но адекватные шаги. Хотелось бы услышать слово «законные», конечно, шаги делать. Опять же идет смещение. У нас не будет денег. Это у нас не будет денег не потому, что бюджет разворован, не потому, что схемы на таможне, не потому, что схемы на налоговой, не потому, что из 3,5 тысяч предприятий 3 тысячи убыточные, но за руководство и за контроль над этими компаниями борьба идет на уровне фракции парламента и сил вокруг президента. То есть не это уже проблема. Проблема Конституционный суд. Вот из-за них у нас не будет денег бюджета. Не потому, что мы изучаем другие источники. Не потому, что мы не занимаемся привлечением инвестиций и льготным налоговым полем, и защитой нашей правительницы. Нет, не в этом виноваты. А вот потому, что за ошибку в декларации нет уголовной ответственности. Ну это бред. Что Конституционный суд принял решение объявить недоторканными чиновниками? Или закрыл уголовное дело похищения и взятки незаконного? Нет, конечно. Президент говорит про то, что он не знает, какие решения Конституционный суд будет ухваливать там завтра, після завтра. То есть для него решения не прогнозованы. Я не думаю, что настолько президент не контролирует ситуацию в стране. Надеюсь, что это не так. Хотя то руководство службы безопасности Украины и других правоохранительных органов, конечно, оно пугает. Потому что об этом всем накануне уже президент мог бы как-то понимать и силовики должны были бы понимать, если это является угрозой какой-то. Если как вот он намекает, что это какие-то факторы, которые каким-то образом там на что-то влияют. Но опять-таки тут налицо смещение акцентов. Никто не мешает заниматься экономикой, никто не мешает заниматься топ-коррупционерами. И это решение точно этому не мешает. А то, что галопом по Европе, не спрашивая народа, за марихуану мы народ спросили. А вопрос статуса или возможности учиться русскоязычным семьям на русском языке мы не спросили. А вопрос выполнять Минские договоренности или не выполнять Минские договоренности мы не спросили. Понимаете? Вот, поэтому... Но можно было бы запитаться, как распоряжаться фондом коронавируса. Но через силу те незаконные, абсолютно абсурдные законы, которые продавливались после Майдана, например, закон иллюстрации. Но есть уже Венецианская комиссия. Есть Европейский суд прав человека. Сколько рассматривает Верховный суд, Конституционный суд? Шесть лет. Почему? Потому что такая же картина. Только суд идет на принятие решения, появляется 300 преступников, потому что это хулиганские действия, что есть разрешение у них на митинг. Если нет разрешения у них на митинг, почему все не наказаны админпротоколом? Пусть берут митинг, легально выходят и разумно его проводят. Зачем эти шины? Зачем эта ситуация? Во-вторых, кто проводит митинги? Митинги проводят те, кто не прошел ни в парламент, и не прошел в местные советы. То есть это умирающие недоверие, которыми люди не доверяют этим политическим проектам, они пытаются о информповод. Пане Юрье, подготовка до новых выборов наступна на наступный день после попередней. Я думаю, что мы стремительно движемся к перезагрузке всех ветвей власти. И президентскую також. Я думаю, что все может быть. Все может быть. Я думаю, что так мы будем завершивать на такой тезе, что все дейсно может быть, особенно в Украине. Я вам дякую за разговор, за спілкувание. Юрій Атаманюк, кандидат экономических наук, был гостем нашей студии. Всім вам міцного здоровья и до побачения, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова